Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. С вами Ирина Чекунова. А сегодня у меня в гостях Антон Афанасьевич Егорьев, начальник отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области, подполковник полиции. Антон Афанасьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Прежде чем начнем наш разговор, несколько тревожной статистики. С начала 2020 года на территории региона произошло 190 так называемых пьяных аварий. В них 34 человека погибли, 256 получили ранения. Еще раз подчеркну, аварии произошли по вине нетрезвых водителей, либо тех, кто отказался пройти медицинское освидетельствование. Антон Афанасьевич, мы говорим сейчас о равнозначности. Если человек отказался пройти медицинское освидетельствование, это значит априори он находится в состоянии алкогольного опьянения. Кодексом административных правонарушений предусмотрена ответственность за отказ водителя от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Это, конечно же, не говорит о том, что человек находится в состоянии опьянения. Это право гражданина либо согласиться с прохождением освидетельствования, либо отказаться. Но ответственность, напомню, такая же, как и по статье 12.8 Кодекса. Соответственно, лишение права управления от полутора до двух лет со штрафом в 30 тысяч рублей. Ваш совет в этой связи лучше не отказываться, да, лучше пройти медицинское свидетельствование. Это на месте, либо в наркодиспансере? Да, конечно, безусловно, отказываться не стоит. Соответственно, если человеку нечего бояться, если он не выпивал спиртного, не употреблял наркотические средства, тогда, если в то же время у него имеются признаки опьянения и сотрудник полиции их установил, то тогда, несомненно, надо пройти освидетельствование. Либо на месте, в патрульном автомобиле при помощи прибора, локотестера, либо уже в медицинской организации, если водитель будет не согласен с результатами свидетельствования на месте. Я начала программу с очень тревожной статистики. Цифры страшные, действительно. 34 человека погибли. По сравнению с тем же периодом, как принято говорить, прошлого года, с предыдущими годами, увеличилось, уменьшилось число последствий пьяных ДТП. И с чем связана такая статистика 2020 года? По сравнению с прошлым годом у нас количество ДТП увеличилось. На 20 ДТП больше произошло. Но больше всего пугает количество погибших по вине водителей в состоянии опьянения людей. Соответственно, 34 человека у нас погибли. В том году это была цифра 22. То есть цифры страшные. С чем связываем? Ну, наверное, с тем, что регион у нас довольно-таки курортно привлекательный. Необходимо отметить, что рост так называемой пьяной аварийности произошел именно в весенне-летние периоды. Это начиная с мая. И по конец августа у нас отмечалось значительный рост. Это как раз когда люди вышли из самоизоляции. Да, люди вышли из самоизоляции. И в том числе начались передвижения граждан на отдых. Отдыхали. И отдыхали по-разному. Отдыхали, да, по-разному. О чем говорит статистика, что... Кстати, коль же мы затронули тему пандемии. Как работали в этих непростых условиях сотрудники ДПС? Службы, в чем-то были ограничения? И прекращались ли на это время рейды по контролю трезвости? Да, были, конечно, введены ограничения. В первую очередь это касалось соблюдения мер самогигиены. Это использование сотрудниками защитных масок и перчаток. Но, тем не менее, каких-либо ограничений, связанных с пресечением грубых нарушений, сокращение количества рейдовых мероприятий именно по профилактике пьянства за рулем, оно не сокращалось, а, наоборот, с учетом складывающейся обстановки в этом году только увеличилось. О чем и говорит статистика. У нас за 8 месяцев текущего года выявлено и пресечено сотрудниками госавтоинспекции больше 3,5 тысяч нарушений, связанных с управлением в состоянии опьянения либо отказа. Это мы можем говорить именно о профилактической работе, да? Да, именно на профилактику. Пьяная аварийность. Насколько больше выявляется пьяных в те же выходные дни? Насколько мне известно, рейды контроль трезвости проводятся, это суббота-воскресенье, да? Ну, вечер-пятница еще, да? Либо в будние дни выявляемость такая тоже есть. Когда чаще и, возможно, сейчас, может быть, пройдемся по районам областной столицы, а потом уже по районам регионов? Да, несомненно, прежде чем проводить любое мероприятие, профилактическая готовится аналитика, то есть изучается аварийность, какие дни она происходит, в какое время, а также выявляемость нарушений, связанных с управлением в состоянии опьянения либо отказа. Это свидетельствование. Как говорит статистика, что в предвыходные, выходные и праздничные дни и количество нарушений, и количество ДТП с участием данной категории граждан, оно увеличивается. Поэтому основные силы направлены именно на выходные дни. То есть, как вы и сказали, пятница, суббота, воскресенье мы увеличиваем количество дополнительных экипажей и количество проводимых рейдов. Но хочется отметить то, что в летний период у нас отмечалась пьяная аварийность и в будние дни. Опять же, это связано с большим количеством отпусков. Люди, как мы уже говорили, отдыхают. Все едут за город с шашлыками. В связи с этим мы также направляли дополнительные экипажи в целях оказания практической помощи районным подразделениям ГАИ в будние дни. И результаты выездов всегда говорили о том, что в будние дни также люди позволяют себе сесть пьяными за руль. Если говорить по районам области, какова статистика, какие самые неблагополучные районы? Ну, с учетом большой численности населения, в первую очередь, это, конечно, областной центр, город Тверь. Здесь у нас зарегистрировано 35 ДТП с участием данной категории граждан. Далее у нас идут неблагоприятные. Это Беженский район, Балаговский, Вышневолодский. Значительный Калининский район, 24 ДТП зарегистрировано. Опять же, Кимры, Конаково, Лихославль, Максатиха, Нелидово. Практически все районы области. Практически все районы, да, все поражены этой бедой, можно сказать. И о чем говорит статистика, то же самое происходит, в принципе, и в остальных районах. Это мы говорим о тех ДТП, где люди погибли либо пострадали. Мы не говорим о ДТП с материальным ущербом, где вред причинен только имуществу автомобилю. Как работается в районах? Ведь маленькие населенные пункты, все друг друга знают. Наверное, существует какая-то надежда «Авось проскочу», что можно всегда договориться с инспектором. Почему-то бытует такое мнение. Что мы можем сейчас сказать автолюбителям? Да, русский «Авось» у нас существует, у водителей показывает практика. Разбор тех обстоятельств, которые послужили причиной того, что водитель в состоянии опьянения оказался за рулем. Напомню о том, что дача взятки должностному лицу – это уголовно наказуемое деяние. И, соответственно, сотрудник полиции, когда усматриваются признаки совершения преступления, связанных с дачей взятки, он предупреждает гражданина о том, что он совершает противоправные действия. И в случае отказа от их прекращения водителя привлекается к ответственности уголовной. Уже следственными органами проводится проверка. Но были такие случаи, когда пытались договориться, что называется, мирным путем? Да, однозначно пытались, однозначно это было пресечено. Но такие факты у нас есть по Тверской области. Я хотела спросить относительно мотива. Вот вы сказали, что уже проводится постоянно контроль трезвости. И я свидетель, как это много лет назад начиналось. Вроде бы вы всегда в средствах массовой информации предупреждаете, что будет очередной контроль трезвости. Будьте внимательны, не пейте за рулем. Все равно, какой мотив, что движет людьми? Ну, судя опять же из анализа, людьми движет в первую очередь это беспечность, наверное, такая. Отсутствие ответственности за себя и за тех людей, кто находится в этом транспортном средстве. Пренебрежение правилами дорожного движения. Грубое пренебрежение. Неуважение других участников дорожного движения. И так же, как уже говорили ранее, все это происходит в период максимального отдыха граждан, расслабление и могут себе позволить сесть за руль в состоянии опьянения. И неважно, сколько проедет человек от одного квартала до другого, либо там сколько-то километров. Ведь были случаи, когда нетрезвые женщины с детьми задерживали? Да, были такие случаи, причем случаи вопиющие. Были факты того, что женщины-водители, находящиеся в состоянии опьянения, не выполняли законного требования сотрудников полиции об остановке. осуществлялось преследование, задержание. Все это, конечно, очень неприятно даже смотреть на это, не то, что уже в этом участвовать. То есть такие факты вопиющие у нас, конечно, есть. Коль мы говорим о том, что находятся желающие проехать на русской авось под сильным градусом, давайте мы еще раз сделаем акцент на том наказании, которое предусмотрено законом к таким нарушителям. Да, хотелось бы призвать всех водителей к недопущению нарушений требований правил дорожного движения за такое грубое нарушение, как управление транспортным средством в состоянии опьянения либо отказ от прохождения освидетельствования. У нас предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Соответственно, кодексом об административных правонарушениях, статьей 12.8 и 12.26, предусмотрена ответственность как за управление транспортным средством в каком-либо опьянении, либо отказ от прохождения освидетельствования. Напомню, что за первичное нарушение водитель по решению суда привлекается к административной ответственности, связанной с лишением права управления на срок от 1,5 до 2 лет с штрафом в размере 30 тысяч рублей. За последующие нарушения, которые он совершит, аналогичные, связанные с управлением в состоянии опьянения, предусмотрена уже уголовная ответственность статьей 264, прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Последующие нарушения в период какого-то времени, ограничения временные существуют? Да, ограничения существуют. Соответственно, повторность будет считаться тогда, когда водитель привлечен к административной ответственности и у него еще срок лишения не истек, а также плюс 1 год с момента окончания срока лишения. С момента окончания срока. Это нужно всем четко помнить. Были ли случаи в вашей практике? И как часто встречаются на дорогах те, кто по несколько раз попадается пьяным за рулем? И что таким водителям вообще грозит? Да, к сожалению, есть контингент, который у нас неоднократно совершает нарушения. Как я уже говорил ранее, соответственно, предусмотрена уголовная ответственность. Вот если из примеров можно привести так называемый семикратный наркоман. Мужчина, житель города Твери, 51 год которому, 7 раз. 51 год, жил, жил, а не нажил называется. Да, можно и так сказать. Соответственно, в 19-м году привлекался за управление в состояние опьянения. После этого, будучи лишенным права управления, повторно весной этого года совершил, да, два административных правонарушения, связанных с управлением в состоянии опьянения. По результатам исследования биологических объектов было установлено наркотическое опьянение. И после этого мужчина продолжил, соответственно, свои уже преступные действия. И еще три раза, соответственно, аналогичные нарушения были выявлены и пресечены сотрудникам госавтоинспекции. Антон Афанасьевич, за такие деяния вообще можно попасть за колючую проволоку неволи? Да, однозначно. Соответственно, статьей 204 прим. 1 предусмотрено, кроме штрафных санкций, исправительных работ, ограничение свободы, также лишение свободы на срок до двух лет. Уважаемые друзья, напоминаю, что сегодня у меня в гостях Антон Афанасьевич Егорьев, начальник отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области. Говорим о пьяной аварийности на Тверских дорогах. Антон Афанасьевич, для многих памятно трагическое ДТП со многими пострадавшими и с погибшим на пересечении проспекта Победы и Волоколомского проспекта. Кукольный театр, там один из автомобилей Kia Stinger, да? И сейчас мы ожидаем приговора человеку, который находился за рулем, Киа, Эмилию Байрамову. Давайте напомним, что это за ДТП, тем более, что в крови, в организме у Байрамова обнаружен кокаин. Да, произошла такая трагедия. 3 февраля около 12.40 на пересечении Волоколомского проспекта и проспекта Победы столкнулись два транспортных средства. Это, как уже говорили, Kia Stinger и Volkswagen Polo. Изначально у нас было четверо пострадавших. Это водитель Volkswagen Polo и три пешехода, которые стояли на тротуаре, куда отлетели после столкновения транспортные средства. В последующем еще два пешехода обратились самостоятельно уже в лечебные учреждения. Что хотелось бы отметить, что водитель Kia Stinger на очень большой скорости осуществлял движение в прямом направлении. Совершил столкновение... Там больше 100 км в час, по-моему. Да, больше, более 100 км в час в населенном пункте, напомню, ограничения. Совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo. В результате водитель Volkswagen Polo скончался в течение часа после того, как было доставлено медицинское учреждение. Вот я хочу добавить, я выезжала на место, конечно, жуткое зрелище, было просто какое-то месиво из металла и человеческих тел. И ведь адвокат, спустя буквально день, наверное, адвоката Эмилии Байрамова просил суд назначить ему меры пресечения в виде домашнего ареста, да, не применять к нему меры пресечения в виде взятия под стражу. Но суд на это не пошел, тем более учитывая, что у Байрамова масса было нарушений до этого правил дорожного движения, что говорит о том, вообще, об отношении человеку к закону. Да, совершенно верно. Суд исходит из того, при принятии решения об избрании меры пресечения, в первую очередь, по характеристике водителя. Безусловно, человек, который пренебрегает правилами дорожного движения, грубо нарушает их. Имеется при избрании меры пресечения, соответственно, так называемый послужной список предоставляется судье о всех нарушениях, которые ранее были совершены либо участникам ДТП, либо правонарушителям. Уже исходя из этого, судья объективно рассматривает и принимает соответствующее решение. Недавнее прогремевший на всю Россию ДТП с участием артиста Ефремова говорит о том, что здесь не существует званий и рангов на дороге, что все должны соблюдать, потому что тут закончится трагически. Может, с участием каждого, будь он трижды народный артист Российской Федерации. Да, совершенно верно. Закон у нас для всех един. Соответственно, все видели, как получил широкий общественный резонанс, обсуждение ДТП, связанное с участием Ефремова. Напомню еще раз, что ответственность у нас предусмотрена за дачу взятки сотруднику органов внутренних дел, за попытку избежать административной ответственности. Соответственно, механизм совершения ДТП и те последствия, которые происходят все мгновенно. Поэтому необходимо быть предельно собранным за рулем. Я уже не говорю о том, что исключить категорически фактов управления в состоянии опьянения. Антон Афанасьевич, отдельный вопрос о контроле за соблюдение правил дорожного движения водителей общественного транспорта. Тем более, что сейчас у нас вводится, введена в Тверской области новая система перевозки пассажиров. Как и кто здесь контролирует водителей, чтобы они были здоровы и трезвы? Да, совершенно верно. Контроль за перевозкой пассажиров, контроль за транспортом, который осуществляет перевозки, он как был, так и продолжается. Водители в обязательном порядке проходят предрейсовый медицинский осмотр, технический осмотр. После этого только они выпускаются на линию. При надзоре за дорожным движением проверяется наличие путевого листа с соответствующими отметками, а также состояние водителя и соблюдение режима труда и отдыха. Антон Афанасьевич, меры работы, рейдовые работы по контролю трезвости, они, экипажи устанавливаются в наиболее неблагоприятных районах той и той же Твери, там, где чаще всего ДТП, да, где что-то произошло. На эти участки особое внимание? Да, безусловно. Прежде чем провести какое-либо мероприятие, либо профилактический рейд, у нас проводится аналитическая работа. То есть где, куда направить силы и средства. Анализируется у нас как совершение ДТП, в том числе с материальным ущербом, с участием такой категории водителей, как водители в состоянии опьянения, а также результаты административной практики, то есть повседневной работе сотрудников ГИБДД, там, где выявляются эти нарушения, связанные с управлением транспортным средством водителями с признаками опьянения. Как водители относятся к таким рейдам? Вот останавливает инспектор, может быть человек куда-то спешит. Есть ли какое-то недовольство или все больше понимание у жителей региона? Да, хотелось бы с благодарностью ответить тем водителям, которые уже, в принципе, на протяжении многих лет проведения этих мероприятий с пониманием и высокой оценкой. Сотрудникам ГУЗ автоинспекции относятся, останавливая их, они говорят, а, да-да, мы знаем, сегодня проводится профилактическое мероприятие, контроль трезвости, высказывают пожелание, что да, спасибо за вашу работу, наводите порядок, чтобы меньше было водителей в состоянии опьянения, высказывают также благодарность, благодарность поступает в адрес сотрудников ГУЗ автоинспекции. Люди часто, чаще стали звонить, сообщать, что по их мнению за рулем находится нетрезвый человек, и как быстро реагируют сотрудники ГУЗ автоинспекции на такие сообщения? Да, активные граждане у нас довольно-таки часто сообщают о наличии признаков опьянения в действиях некоторых водителей. Хочу сказать о том, что эта информация отрабатывается на 100%, наряды ориентируются. Достаточно ярким примером является это вот 16 сентября, благодаря гражданину, который проявил гражданскую активность, позвонил на телефон дежурной части и сообщил о том, что водитель грузового транспортного средства движется, виляя по проезжей части. В результате отработки данной информации был задержан, остановлен данный грузовой автомобиль, за рулем оказался 31-летний мужчина, житель Московской области, который был в сильнейшей степени опьянения, отказался от прохождения освидетельствования. И что характерно, при движении за данным автомобилем была изучена запись видеорегистратора, на которой видно, что на Октябрьском проспекте водитель не справляется с управлением, частично выезжает на тротуар, где находятся пешеходы. То есть могла случиться трагедия. Но, слава богу, обошлось, и водитель был своевременно пресечен и задержан. Сейчас, как раньше, добровольные помощники милиции, помните, свою бытность были. Сейчас создаются целые группы, которые готовы помогать вам в выявлении пьяных водителей. Да, очень активные, опять же, граждане, повторюсь, неравнодушные к происходящему. Соответственно, имеются группы в соцсетях, в интернет-сетях, которые активно взаимодействуют с подразделением госавтоинспекции. Это как на территории областного центра, так и в районах области. Соответственно, как правило, молодые люди, активные граждане, пользователи интернета сообщают сотрудникам госавтоинспекции оперативную информацию о том, что там-то или там-то движется водитель, возможно, с признаками опьянения. И такие результаты, и в том числе у нас были поощрения таких активных граждан. Да, да, таких людей, конечно, необходимо поощрять. Да, да, очень вносят большой вклад в эффективность нашей работы. Вы все время говорите, оперативно приехали, оперативно проверили, отработали. Хватает ли людей, хватает ли экипажей? Чем оснащены современными, современными какими-то приспособлениями дежурные машины ДПС? К сожалению, хотелось бы больше экипажей, чтобы навести все-таки порядок в этом вопросе и навести порядок с обеспечением безопасности дорожного движения на территории нашего всего региона, чтобы у нас жители не гибли, не травмировались в результате ДТП. Да, очень большую помощь оказывает камера и фото-видео фиксации, по которым у нас прослеживается движение того или иного контролируемого автомобиля, что позволяет значительно проще сотрудникам сориентировать личный состав несущей службы на дороге и задержать транспортное средство либо кто совершил правонарушение, либо даже преступление. Меня поразила ваша информация о семикратном нарушении, да? Как вы назвали? Семикратный наркоман. Семикратный наркоман, да. 51 год человеку. А вот так вот, если посмотреть, кого больше, какой возраст чаще попадается за управление нейтрезом? Ведь это молодые, пожилые, с опытом. Ну, наибольшая категория, наверное, подпадает с 23 до 35 лет. Ну, это, конечно, и самая массовая категория водителей. Они, конечно, больше всего. А так, ну, имеются случаи, как и начинающий водитель. Буквально один-два месяца стажа, он уже попадается. С Дурного начинает. С Дурного начинает, да, совершенно верно. Так и люди совсем пожилого, преклонного возраста за 60 лет. Да что вы. Да, имеются. Антон Афанасьевич, несколько слов о том, что впереди, да? Какая работа планируется по предотвращению этого зла? И, может быть, что-то, какие-то нововведения ожидаются? Ну, здесь мы продолжаем работу в том же стиле. Можно сказать, будут проводиться массовые рейдовые мероприятия и в районах области, и на территории областного центра. К проведению данных мероприятий будут привлекаться как и сотрудники полиции других служб, так и сотрудники Росгвардии. Соответственно, пропаганда, в первую очередь, вот в средствах массовой информации по недопущению нарушений, связанных с управлением в состоянии опьянения, а также ответственность будет разъясняться дополнительно гражданам за такие правонарушения. По-вашему, что может испугать? Надо пугать или надо каким-то образом втолковывать? Что больше за человека дойдет? Ну, здесь, конечно, все должно быть в комплексе. Это как и профилактика, соответственно, разъяснение, так и, конечно, контроль. Безусловно, что без контроля, без надзора за дорожным движением, без остановки и проверки мы не справимся. Да, на дороге может случиться хаос. Антон Фанасьевич, приходят ли какие-то дополнительные силы к вам при проведении контроля трезвости с других подразделений? Я знаю, что работает Росгвардия в помощь, да? И, может быть, с других даже регионов приезжают совместные какие-то рейды? Да, у нас используются активно сотрудники Росгвардии при проведении именно массовых, так называемых, сплошных проверок, когда останавливается весь транспорт, движущийся по определенному участку. А также мы задействуем как общественность, активных общественных деятелей в данных мероприятиях, в целях, опять же, профилактики нарушений, а также мы используем очень активно это общественных деятелей, которые, блогеров, так сказать, при проведении данных мероприятий. Вот те самые сообщества, да, которые тоже готовы помогать вам? Совершенно верно. Ваш совет как водителям, так и пешеходам, потому что здесь, может быть, водителям общественного транспорта, как себя вести на дороге, от чего вы можете предостеречь его? Ну, здесь в первую очередь хотелось бы обратиться, попросить, наверное, о том, что если кто-то видит неадекватное поведение водителя на дороге, сообщить все-таки, не полениться, сообщить по телефону 02 либо 112 о том, что происходит на проезжей части, что водитель ведет себя неадекватно. Тем самым попытаться спасти либо чью-то жизнь, либо избежать другой трагедии. Ну, и хотелось бы обратиться к всем и жителям, и гостям нашего региона о том, чтобы родственники, близкие люди не были безучастны. То есть, видя о том, что родной, близкий человек либо знакомый садится за руль в состоянии опьянения, соответственно, пресечь это заранее и не допустить трагедии. Да, казалось бы, столько раз мы выезжали на эти так называемые пьяные аварии, последствия просто ужасные. Потом, когда человек протрезвеет и поймет, что он совершил, может быть, даже вне разума какого-то, ведь человек теряет контроль над собой. Да, безусловно. Алкоголь, он как увеличивает время реакции водителя, также и есть более негативные последствия, когда человек уже находится практически в бессознательном состоянии, не оценивая окружающуюся обстановку, не давая отчет тому, куда он движется, как он движется, на какой скорости, какие маневры совершает на проезжей части. Соответственно, такая ситуация. Мне тут вспомнилась авария несколько лет назад в Конаково, три у девочек, помните, была такая трагедия, водитель выпил бутылку водки и не помнил даже, он даже не заметил, как он сшиб насмерть, насмерть сбил трех девчонок. И каково его раскаяние было потом. Да, потом уже, как говорят, после драки кулаками махать поздно. Действительно, человек полностью раскаялся, оценил, но вот произошла трагедия, буквально за считанные секунды, да, унесла которая жизнь детей. По большому счету, мы сегодня с вами говорим ради того, чтобы предостеречь, да, предостеречь, пожалуйста, не надо делать такого, о чем будете потом жалеть. Куда можно звонить, по каким телефонам, по каким телефонам, Антон Анатонов Анатонович? Да, для оперативного реагирования, напомню, что телефон 02, либо 112, соответственно, попадаете на соответствующую дежурную часть службы спасения, информация оперативно передается тем сотрудникам ГАИ, тем экипажам, которые несут службы, и она в обязательном порядке отрабатывается. И еще раз делаем акцент, да, на том, что сотрудники, инспекторы ДПС действуют в рамках, строго в рамках закона. Все, что делается, все оформляется на протокол, да, чтобы потом быть доказательством. Да, в обязательном порядке, еще раз повторюсь, потому что может быть не только административная ответственность, водитель может быть повторно совершившим нарушение, тогда уже в этом случае предусмотрена уголовная ответственность. Здесь уже намного все серьезнее. Спасибо вам за интересную беседу. Напомню, что сегодня у меня в гостях был Антон Егорьев, начальник отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области. Спасибо, будьте здоровы. Спасибо, до свидания. Роба. Спасибо, до свидания. Роба. Спасибо, до свидания.